Когда в Манеже появляются пингвины, в зале замирают не только дети, но и взрослые. Увидеть экзотических пернатых так близко можно нечасто. А эта команда из южных широт еще и артисты гастролируют по всему миру вместе с дрессировщицей Галиной Майхровской больше 10 лет. Я Иванова люблю вообще особой любовью. Зритель сегодня, мне кажется, был хороший. Контакт, по крайней мере, я почувствовал контакт со зрителем. Хотя, заметила, чем севернее, темпераментами. Южный народ, он более темпераментный. Но сегодня, сегодня это исключение. Контакт со зрителем почувствовали все артисты. Публика принимала тепло и восторженно. Детей традиционно позабавили номера с животными. Взрослых – трюковые элементы. А их тоже было в избытке. Мне очень понравилось в цирке. Но конкретно пингвины очень понравилось. Потому что я впервые вижу живых пингвинов. Ну, не знаю, мне очень понравилось. Шоу «Ласта Рика» славится удивительными номерами. Один из таких – выступление джигитов. Это очень опасный трюк. Его считают одним из лучших в Росгосцирке. Чтобы подготовить лошадь к номеру, требуется три года. Джигита – пять лет. Мы пока готовимся на лонжи, учим, каждый день репетируем. По три часа, по два часа. И все. И каждому члену отдельно. Одного, второго, третьего. Так, где в господи готовимся мы. Очень трудно. Это не просто так. Взял бы, как балет. Коряло, не коряло, танцевал, танцевал. Это тоже балет. А здесь надо искусству показывать чистоту, четко. Но безопасность артистов в цирке очень важна. Поэтому, делятся профессиональными секретами воздушные гимнасты, номера под куполом выполняют обязательно со страховкой. Но, несмотря на это, зал буквально замирает, когда акробаты взмывают вверх, в небо, босиком. Он очень сложный. Мы готовились к нему полтора года. Начинали все с нуля. Были мозоли на руках, на ногах, на подколенках, на носках. Где мы висим, везде кровяные мозоли. То есть, ты проходишь через боль, через… Ну, все очень сложно. Это смотрится потом в итоге легко. Долго будет так. Ноги набиваешь очень долго. А как развлечь публику и заставить ее смеяться до слез, знает артист со стажем в 48 лет Евгений Майхровский, клоун Май. Его номерам с гусями рукоплещут цирки Европы и России. Выполняет он и сложные элементы. Например, с собачкой на голове взбирается на крутую лестницу. И такой трюк в 81 год не каждый сможет. Такую собачку с малого готовлю три года. Все добренькое должно быть. Все не торопящее, так сказать, с душой, не обижая. Может, пожалуйста. Не можешь, не надо. Понимаете, это как с детьми. Вот поэтому у меня вот он такие вещи делает очень сложные. Ласт и Рика не зря называют шоу эмоций. Аттракцион с морскими львами и пингвинами оценили на Всероссийском фестивале циркового искусства «Идол в Москве», удостоив высочайших наград.